Итак, мы проводим вебинар. Вот такая картинка. Звук, правда, я прицепил к себе. Я сижу за операторским пультом, с помощью которого я и буду управлять вебинаром. Спикер сидит на барном стуле, и он может включить себе презентацию. Вот появилась презентация. Посмотри, чуть развернись, чтобы тебя больше было видно. Ну вот, что я и говорил коллеге, что если бы презентация была не 9х16, а 3х4, она бы имела примерно вот такой вид. И если бы она была на прозрачном фоне, то белого этого не было. Не видим был бы белый фон, он был бы прозрачным, и все, что мы видим, оно было бы белым. Ну, белое на черном, это так премиум смотрится на самом деле. Вот, ну, что я вам предлагаю сделать. Здесь какой есть выход, чтобы не редактировать всю презентацию. Презентацию мы оставляем такой. Кстати, вот видите, презентация в правом верхнем углу. Я бы ее убрал. То есть ее лучше на постмонтаже, мы ее куда-нибудь там в левый, правый угол поставим, и все. Ну, собственно, уже можно, Евгений, полистай, пожалуйста, презентацию с задержкой. Кликером преподаватель может, росткликер может листать твой для презентации. Ну и покажи что-нибудь, покажи что-нибудь рукой. Не-не-не, не надо рисовать пока. Рукой просто покажи. Правой рукой, левой рукой. Ну, да, покажи. Вот там выпускники Сколкова, видишь? Не видишь? Да, ну, короче, вот можно вот так вот показывать рукой. Встань, что-нибудь там покажи. Не знаю. Ну, давай включи следующий слайд, чтобы было где что-то показать, на какую-нибудь схему. Еще что-нибудь. Ну, вот там на схеме что-нибудь встань, покажи прям. Ну, то есть спикер может вот так вот брать и прям что-то показывать на презентации. Все, тогда садись. Ну, то есть, соответственно, я презентацию могу здесь делать во весь экран. Могу делать ее прозрачной, непрозрачной. Ну, и здесь, как вариант, я могу сделать вот такую штуку. Ну, допустим, вот так вот будет спикер. Сидеть и, собственно, смотреть на презентацию, листать ее и так далее. Вот. А, да, это уже настройки. Ну, то есть, можно сделать вот так. Нет, первый, второй. Не понял, как это. А, я понял. Ну, это не суть. Да, это просто сейчас первым слоем стоит презентация. Вот, ну, можно вот так вот. Что еще? Какие есть возможности? Ну, давайте порисуем. Попробую что-нибудь. Ну, только вот в этой области не на себе. Ну, в общем, ты умеешь. Ну, напиши, что там какую-нибудь схему нарисую. Я не знаю. Пуст. Дорога, биткоин. Ну, обратите внимание, что сразу же спикер пишет так, как ему удобно. То есть, кажется, что он левша. На самом деле он правша. Просто видео отзеркали нам. Ну, люди это не понимают. Симметрия здесь не имеет значения. Ну, напиши там слово «привет» или «вебинар». «Вебинар». Вебинар напиши, чтобы видно было, что мы видим все здесь зеркало. Какое-то слово напиши. Отлично. Ну, и чтобы показать, возьми красный маркер, еще что-нибудь на графике выдели красным. Ну, соответственно, когда нам нужно будет стереть с доски, мы возьмем картинку, да, и сделаем ее, например, на весь экран. На графике что-нибудь нарисуй. То есть, уберем вот эту прозрачность, сделаем ее на весь экран. Спикер продолжит говорить. Ну, точки какие-нибудь красные поставить на графике. Спикер продолжит говорить, а мы в это время стерем с доски. Ну, собственно, вот у нас у спикера будет два цвета, красный, синий. Вот, ну и покажи, как это стирается. Возьми там какую-нибудь салфетку, сотри. А, не у меня. Ну, да ладно. Собственно, вот такие возможности вкратце мы можем применить уже как бы завтра. Ну, и все. Ну, вот так вот она на самом деле легко стирается. Уже завтра мы можем все это применить. Возможностей гораздо больше. Ну, вот это основные, которые в первый день съемки по нашей технологии можно, особо не заморачиваясь, использовать. Всем спасибо. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok